Немножко подкрепившись и набравшись сил, мы отправились снова на воду в поисках новых казахстанских трофеев. Долгожданная для меня ловля змея-голова требует особой сноровки и специфичного снаряжения. В идеале ваше удилище должно быть тестом от 100 грамм. Шнур на разрыв от 30 килограмм. Спиннинг должен быть достаточно прочным и с запасом мощности. Все потому, что змея-голов обитает в сильных зарослях. И после поклевки он стремительно пытается уйти в глубину травы, чего вы не должны допустить. Здесь проблема у меня сейчас была в том, что фрикцион на катушке был попущен. Надо было, чтобы сжат был, чтобы я его сильно засек. Ошиба куча, рыба не прощает. Также особенность в том, что у змея-голова очень крепкая полость рта. И для того, чтобы результативно подсечь змея-голова, ваша снасть должна быть достаточно грубой и прочной. Ах, ты что-то, а? Ну все, тогда поднимаем якорь. В общем, поехали. Вот таким как л очень важный момент во время ловли змея голова сразу после поклевки подсечку делать нельзя нужно дать около двух трех секунд чтобы змея голов взял приманку поглубже и только после этого сделать сильнейшую подсечку ладно давай меняем место ах такой жадный был ох блин сейчас надо его выманить эта рыба меня просто удивляла своей агрессивностью и настойчивостью в одном и том же месте один и тот же змея голов мог клевать до 7 раз подряд не теряя интерес к приманке слон такой большой сплин не подключать поднимай да для этого и нужен хороший шнур и палка, все, встрял просто в траву и нереально достать, возможно и реально, но давай, давай, оп, ой, 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 как опасно, пытается загореться, небольшой, но хороший, но давайте, нам нужно открывать сезон, я водился, может, может, спортивный, может, принят, это не принимать, или, может, поведу самолёт. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, посмотрите, что он делает, это просто капец. Ах, наконец-то, мой первый змееголол в Казахстане, хороший, вот такой вот красавчик, просто шикарно. Очень много поклёвок, очень много сходов, но, наконец-то, я его засёк, достал и покажу вам. Я очень счастлив, доволен просто безумно. Я понял, в чём была моя главная ошибка во время поклёвок. Ого, да, правду говорили, у него мёртвая хватка. Ну, я не знаю, как я сейчас буду доставать приманку. А, блин, и откусит. А засёкся, кстати, слабенько. Вот именно та и причина, почему. Вот вообще, я легонько послабил, чуть-чуть, и выпала сразу лягушка. Вот эта вот жёлтая лягушка, она сегодня показывала лучше всего результат. И вот такого вот красавца принесла мне. В обязательном порядке такого красавчика мы отпускаем подрастать дальше. Ох, как пошёл красиво. Вот тебе мега путешествие, вот тебе мега трофеи и мега тур. Спасибо вам. Хорош? Конечно. Нет, нет, сверху, не сбоку, сверху, да, так вот. Во, 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 во. Вот так вот. Вот, да. Вот так вот. Ну вот он, красавец, мега лов. Моя мечта. Всё, хорошо, спасибо. Есть. Итак, делаем заброс подальше туда, под камыш прям. Прям в камышек. Стягиваем и делаем проводку. Очень похожую для ловли щуки на топ-фоттер или на поппер. Раз, два, три, пауза. Или я иногда делаю тоже быстрый такие твичинг и паузу делаю побольше. Иногда змееголов реагирует именно на быструю проводку. Блин, ну предыдущий перед этим был вообще жирный. Такой здоровый, там, свечки делал. Не знаю, будет ли видно на камере. Ну, в любом случае, он вдали был. Очень большой был. Поплёвочка. Есть, есть. Оу. Ох, здоровый, здоровый. Хухухуху. Давай, давай. Вот это давай. Вот это хвост. Вот это хвост. Поплёвочка. Ес. Ес. Оу. Ох, здоровый, здоровый. Хухуху. Поплёвочка и здесь заснята, и там заснята. Это всё по-честному. Блин, о, как же мурашки по коже. Вот это круто. Блин, хвост большой. Это реально мой трофей однозначно. По-любому. Очень большой. Сейчас я его достану за шнур сам. Просто. Он просто сейчас как проснётся. И как даст нам жару. Я просто хочу это снять. Сейчас очень хорошо в кадр попадаю. Вот это местяк. Если его лицо чуть-чуть на свет вытяну, он начнёт психовать однозначно. Это стопроцентно. Поэтому мне нужно сейчас где-то в траве найти его голову. Ищи ещё вперёд. Блин, блин, блин. Стой, 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 стой. На самом деле тебе гости. О, вот такой я красавец. Вот это вот змееголов. То, зачем я сюда ехал в первую очередь. В первую очередь я мечтал поймать нормального большого змееголова. Для меня это однозначно трофей. Всё. Выпускаем красавца. Опа. Немножко пофотографировались. Подустал. Давай, дружище. Красава. Первое знакомство со змееголовом прошло у нас не сильно результативно. Было сделано очень много ошибок. Но при этом очень много важных выводов. И после этого на обратном пути на базу мы решили на закате ещё немного половить берша и судака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жизнь непосредственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДА, ДА. ДА, ДА. ДА, ДА. ДА. ДА Камон! Снимаю! Снимаю! Блин, сопротивлялся прям как добрый дядько. Прям под лодкой стоит вот куча. Третьего раза поймали, да? Как хочешь. Рыбунов Анхлер. Как я уже и говорил, что участники данной экспедиции все очень разные. Но в то же время интересные люди. Но всех нас объединял один общий интерес. А именно рыбалка. Мы очень устали. Сделали много выводов и набрались немного больше опыта. Пришло время отдыхать и делиться эмоциями и впечатлениями. Ведь следующая рыбалка будет еще круче. Смотрите продолжение в следующей серии Трофейная рыбалка в Казахстане с мегатуром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова